Уважаемые товарищи, о теме сегодняшнего нашего совещания было заявлено давно. В таком составе по рассматриваемому вопросу мы собираемся, наверное, впервые, поскольку после президентских выборов произошла ротация руководителей правоохранительного блока и других государственных органов. Я особо подчеркну, что состояние законности и правопорядка – это не только уровень криминогенной обстановки в стране, но и соблюдение закона во всех сферах жизни нашего общества. До нашего референдума, в ходе его и после, я много раз подчеркивал – нам надо научиться жить по закону. Не по директивам, указам президента и указаниям пальцем, куда идти и как, а жить по закону, если мы хотим сохранить мир и спокойствие в нашей стране. Закон, нормы закона железобетонно должны исполняться. Если брать сухие цифры регистрации преступлений, то ситуация выглядит вроде бы неплохо, имеет положительные тенденции. За 10 лет количество преступных посягательств сократилось в полтора раза, а с 2007 года более чем в два раза до 87 тысяч преступлений. Уровень преступности в стране ниже, чем в среднем по странам Содружества независимых государств. Существенно уменьшилось количество граждан, погибших от незаконных посягательств, примерно на 40%. Вместе с тем, общая позитивная динамика – не повод для самоуспокоения. В прошлом году имелись факторы, усиливающие отрицательные тенденции, и на это я хотел бы обратить ваше внимание. При этом отмечу, нам нужны не сиюминутные меры реагирования, не защита узковедомственных интересов по принципу перекладывания ответственности с больной головы на здоровую, не отчеты о палочных, галочных показателях, а реальная слаженная работа государственных органов. Поэтому, как вы видите, на совещании приглашены не только люди в погонах, но и люди, так сказать, гражданские – министры, губернаторы и так далее. Но тем не менее, поэтому речь идет о слаженной работе. Вчера вечером я попросил главу администрации, чтобы он передал вам всем, чтобы вы готовы были высказаться по данной теме, чтобы у нас сегодня не произошло так, что генеральный прокурор сейчас, как главный смотрящий за единообразным точным исполнением нашего законодательства, выступил, доложил, мы все послушали, затем вышли министры силового блока, доложили, как героически они преодолевали трудности и сколько взрастили героев. Это тоже важно, но не главное, поскольку мы хотим посмотреть вперед, как будем жить и работать, отметить недостатки, критически взглянуть на нашу работу. Поэтому и приглашены здесь и губернаторы, и отдельные министры, и премьер-министры, которые, конечно же, выскажут свои претензии к силовому блоку. Что еще нам надо в этих условиях, непростых условиях, в развитии независимого государства. По-прежнему актуальным является вопрос противодействия террористической и экстремистской угрозам. Но это больше, чем когда-либо в предыдущие годы. Меня интересует, как обеспечивается принцип неотвратимости ответственности, а также, какие меры планируют принять МВД и другие государственные органы для раскрытия и предупреждения подобных преступлений. На повестке дня стоят вопросы обеспечения безопасности на железной дороге, противодействия к кибератакам, информационного противоборства. Настораживает ситуация с незаконным оборотом наркотиков. Опять отмечается тенденция увеличения ввозимых наркотиков и психотропов. Низкая эффективность выявления крупных распространителей и, прежде всего, организаторов наркобизнеса. В прошлом году значительно возросло количество лиц, скончавшихся от передозировок. Растет число несовершеннолетних, вовлекаемых в преступную деятельность. Остро стоят вопросы организации учебно-воспитательного процесса, занятости детей вне школы. Еще одна проблема – гибель граждан, как вы ее называете, от внешних причин. В 2021 году произошел рост смертности на пожарах и от утоплений. В то же время количество смертей от указанных причин – 1155 на треть превышает число лиц, погибших от преступлений. Знаете, я когда знакомлюсь с этими цифрами, я думаю, как мы переживаем по тому поводу, что у нас, не дай Бог, кто-то погибнет, защищая наше Отечество, нашу Родину. Почти 1200 погибло, по пьяне утопились, спалили хату, лежа курили в постели в пьяном виде. В основном такие причины гибели. Вот тут никто не переживает. Якобы все нормально. 1200. В афганской войне за год столько не погибало. Налицо явные недоработки местных органов власти, других субъектов профилактики правонарушений. От генерального прокурора жду не только анализа криминогенной обстановки, но и соблюдение законодательства государственными органами, организациями наиболее чувствительных сферах для общества. Уважаемый Александр Григорьевич, В результате принятых мер в целом обеспечена стабильная общественно-политическая обстановка. Законность и правопорядок. Скоординированные усилия правоохранительных органов позволили закрепить положительную тенденцию снижения уровня преступности. Однако за общей позитивной картиной криминогенной обстановки есть ряд негативных явлений. Они не новы. Начну с проблемы повышения эффективности противодействия экстремизму. Данную тему были вынуждены дважды рассматривать в прошлом году на заседаниях Республиканского координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией. Основная причина – низкая раскрываемость и, как следствие, предпосылки для дальнейшей преступной деятельности лиц, избежавших ответственности и радикализации их преступных намерений. В результате принятых мер ситуация несколько улучшилась в текущем году. Но очевидно, что раскрываемость лишь половины таких преступлений явно не может быть поводом для самоуспокоения. Особенно беспокоит то, что до настоящего времени не установлены все виновные в причинении телесных повреждений сотрудникам милиции, диверсиях на объектах транспорта, поджогах зданий и других дерзких преступлений. Не менее остро стоит проблема борьбы с преступлениями экстремистской направленности в интернет-пространстве, которых в последнее время совершается около 80% от общего числа преступлений этой категории. Именно деструктивная деятельность в интернете в современных условиях представляет серьезную угрозу. С недавних пор нам это хорошо известно. Однако этих преступлений раскрывается еще меньше. Поэтому прокуроры всех уровней ежемесячно проверяют эффективность работы органов внутренних дел и следственных подразделений по данному направлению. К сожалению, нами регулярно пресекаются факты волокиты и, что больше всего беспокоит, бездействие. Отменено почти тысяча незаконных решений об отказе в возбуждении уголовных дел при остановлении и прекращении расследования. Есть десятки примеров, когда только после вмешательства прокуратуры были установлены виновные в совершении экстремистских преступлений, которые в дальнейшем понесли заслуженное наказание. Особое внимание необходимо обратить на повышение рисков в совершении диверсий и актов терроризма на объектах транспорта. Очевидно, что руководству МВД и Следственного комитета необходимо существенно пересмотреть подходы к раскрытию и расследованию преступлений экстремистской направленности. Серьезную озабоченность вызывает негативные тенденции в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. В 2014 году главой государства была поставлена задача нанести серьезный удар по наркопреступности. И действительно, выявляемость таких преступлений была значительной. Но последние несколько лет эффективность работы в данном направлении стала инертной. Как результат, в 2021 году по сравнению с 2014 годом выявлено на треть меньше преступлений. Этот показатель никоим образом не может свидетельствовать об улучшении своей ситуации. И вот почему. По сравнению с 2014 годом в полтора раза выросло количество изымаемых психотропных веществ. Одних лишь психотропов в четыре с половиной раза. В разы увеличилось количество граждан, скончавшихся от передозировок. В прошлом году умерло 140 человек, что почти в три раза больше, чем в 2019 и 2014 годах. Вновь набирает актуальность проблема вовлечения в наркооборот несовершеннолетних. В прошлом году наркопреступления совершили 111 подростков, что в два раза больше, чем в 2019 году. С учетом текущего периода прогнозируется дальнейшее увеличение этой тревожной цифры. Существенно не изменилась и ситуация с раскрываемостью фактов сбыта наркотиков. Если в 2014 году раскрыли 42% таких преступлений, то в прошлом году не более половины. Главой государства неоднократно подчеркивалась необходимость борьбы с каналами поступления наркотиков в страну, а не раздувание статистики за счет привлечения к ответственности рядовых сбытчиков. Вместе с тем, коренного перелома в этом вопросе не произошло. К уголовной ответственности, как и ранее, привлекаются в основном сбытчики низовых звеньев, так называемые рядовые закладчики. Неудовлетворительная работа МВД на данном участке обустроена тем, что во главу угла ставится количество выявленных преступлений, а этого легче всего добиться путем пресечения деятельности большего числа рядовых наркокурьеров. Работа органов внутренних дел и иных заинтересованных не соответствует, на наш взгляд, остроте проблемы. Скорее имеет место самоуспокоенность. Мы фактически возвращаемся к ситуации 2014 года. Поэтому важно срочным образом изменить подходы к противодействию наркоугрозе. Отдельного внимания заслуживает вопрос борьбы с тунеядством. Главой государства не единожды подчеркивалось, что неработающий человек – это не просто протестун на улице, а возможный преступник. Только в прошлом году из 43 тысяч преступников большая половина – неработающие и неучащиеся. Вместе с тем прокурорам не установлено, что работа местных органов власти и органов внутренних дел формально и зачастую сводится лист к даче рекомендаций о самостоятельном поиске работы. Реальные вакансии фактически не предлагаются. Упущение в работе, связанное с трудоустройством, также негативно влияет на ситуацию с рецидивной преступностью, поскольку около 40% преступлений совершается ранее судимыми лицами. Работа правительства, местных органов власти и уголовно-исполнительных инспекций должна быть направлена на вовлечение незанятых лиц в трудовую деятельность и создание новых рабочих мест. Важным моментом при осуществлении правосудия является исполнение судебных постановлений, особенно в части имущественных взысканий. Можно до бесконечности совершенствовать законодательство в стадии правосудия, но если окончательное решение суда не исполняется, то нельзя вести речь о торжестве справедливости. Для наведения порядка в данной сфере главой государства было принято решение о создании единой службы судебных исполнителей. Вместе с тем процент взыскания существенно не изменился и составляет менее 10%, а по исполнительным документам о возмещении ущерба, причиненном преступлениями государству, всего 3,6%. То есть, получается, правонарушители должны бюджету более 300 миллионов рублей, а фактически с них взыскано около 11 миллионов. Согласитесь, что в нынешних сложных условиях государство не может позволить себе прощать такие долги. Актуальной является проблема гибели людей от внешних причин. В прошлом году только от огня утопления погибло на треть больше граждан, чем от всех преступлений. В текущем году наблюдается такая же тенденция. Что свидетельствует о недоработках системы государственно-поджарного назора и местных властей. Проблема гибели людей на пожарах носит многогранный характер. Это и профилактика пьянства, и занятость населения, и должное внимание социальных служб, и квалифицированное обследование печного и иного оборудования и коммуникации, выделение необходимых материальных средств на ремонт, работа с родственниками. Указанная проблема должна быть решена в первую очередь на местном уровне. Но ведущая роль, по нашему мнению, за МЧС, в то же время уже год данное ведомство не может разработать нормативный акт, который бы конкретизировал подходы к проведению смотров до молодения граждан, составу соответствующих комиссий, и, главное, закрепил координирующую роль в этом процессе за органами государственного пожарного надзора МЧС. Сегодня же хочу подробно остановиться на исполнении законодательства о несовершеннолетних. В прошлом году возросло количество суицидов и их попыток среди несовершеннолетних. В целом, проблема сексуального насилия в отношении детей становится злободневной. Количество детей, потерпевших от таких преступлений, увеличилось на 40%, то есть с 525 до 742 детей. Следует отметить, что семейное неблагополучие тесно связано с проблемой семейного насилия, число фактов которого, к сожалению, также растет. Указанным проблемам способствуют недостатки в работе комиссии по делам несовершеннолетних, органов внутренних дел, органов управления образования и учреждений образования. Но нас ждет самая главная проблема – нет индивидуального подхода к каждому ребенку. Кроме того, не видна работа социально-психологических служб. Необходимо устранить недостатки и в образовательном процессе. Так, в 79% дошкольных учреждений города Минска установлены факты переполненности групп, что нарушает санитарные нормы и правила. Основная причина – отставание темпов строительства детских садов от темпов строительства многоквартирной жилой застройки. Такая же проблема характерна и для подавляющего большинства школ столицы и Минского района. Несмотря на жесткие требования главы государства, во всех областях страны, учреждениях образования и прокурорами выявлено многочисленное нарушение при организации питания детей. Мало того, что повсеместно установлены случаи уменьшения массы порции блюд на 20-30%, дети просто не едят то, что им предлагается. В некоторых случаях отходы составляют до 75%. Генеральной прокуратурой с участием специалистов Национального института образования и учителей из различных регионов страны изучены вопросы организации образовательного процесса. Установлено, что во многих учреждениях образования распространено превышение продолжительности учебных занятий и допустимой недельной учебной нагрузки, которая составляет 50-60 часов в неделю. Товарищ президент, говоря о проблеме вовлечении совершеннолетних в преступную деятельность, их незащищенность от преступников, отдельных недостатках учебного процесса и деятельности школ, необдуманного экспериментирования со школьными программами, полагаю, что всем заинтересованным необходимо кардинально и неформально подойти к духовно-нравственному воспитанию и досугу детей. Мы должны дойти до каждого ребенка, начиная с детского сада, и привить им любовь и уважение к нашей Родине и другим важным нравственно-идеологическим ценностям. Это залог дальнейшего успешного развития нашей страны. Товарищ президент, доклад закончен. Пожалуйста, Иван Владимирович. Уважаемый товарищ президент, складывающаяся оперативная обстановка, связанная с протестной активностью и экстремистскими проявлениями, в целом подконтрольна. Все проблемы и направления, по которым необходимо работать, мы видим и работаем совместно с заинтересованными. Касаемое противодействие незаконному обороту наркотиков, должен отметить следующее. С учетом негативных тенденций, обозначившихся в 2020 году, в том числе связанных с ростом числа смертей от передозировок, в увеличении несовершеннолетних наркооборот, мы активизировали свою деятельность. Сотрудниками милиции выявляется основной массив таких уголовно наказуемых деяний. Реалии таковы, что большая часть сбыта наркотических средств переместилась в теневой сегмент сети интернет. В этой связи мы переформатировали службу наркоконтроля. В ее структуре создали подразделения аналитической разведки, которые сконцентрированы на пресечении деятельности интернет-магазинов, распространяющих наркотики. То есть на уничтожение самой системы сбыта наркотиков. В целях дальнейшего противодействия наркотрафику, обеспечения эффективного международного сотрудничества, в мае текущего года на площадке города Минска будет проведено совещание глав столичных полиций и милиций, государств-участниц СНГ. Видя проблему трехкратного роста в 2021 году числа несовершеннолетних участников наркопреступлений, основные наши профилактические усилия направлены на данную целевую аудиторию. При этом ищем актуальные каналы донесения информации до подростков и их родителей. Созданы ролики, ориентированные на молодежную аудиторию, где на понятном языке доносится профилактическая информация. Сотрудники милиции в обязательном порядке участвуют в днях информирования, а также родительских собраниях. Начата работа по созданию на базе Республиканского образовательного центра МЧС пилотной молодежной антинаркотической площадки. В мессенджере Телеграм создана группа «Стоп наркотики». Информация размещается в ней ориентированно на молодых людей и их родителей, а также на педагогов. Определенную часть подростков оттягиваем с улиц, используя подходы в военно-патриотическом воспитании. Уже на сегодняшний день в военно-патриотических клубах, которые при МВД, насчитывается более 1700 ребят. Товарищ президент, проблему мы видим и негативные последствия, особенно от наркопреступлений, тоже прекрасно понимаем. И в этом направлении работаем по предотвращению. То есть ударим патриотическим воспитанием и площадками на МЧС и что там где-то по наркотикам? Это работа на профилактику, товарищ президент. Ну, вроде вы вот сейчас, ну, столько наговорили по борьбе с наркотиками, а генеральный прокурор факты приводил. Товарищ президент, пока... Можницы получаются. По каждому направлению я готов ответить. Знаете, я хочу, чтобы вы, Иван Владимирович, понимали, что у меня вот эти вот разговоры о том, что мы героически тут боремся, сражаемся и прочее, они не прокатят, как в народе говорят. Я это знаю. Поэтому я хочу, чтобы вы это понимали. Вы что, забыли, что в 20-м году было? Или здесь три четверти сидит людей, которые рады, что произошло в 20-м году и хотят повторения пройденного? Запомните, это не получится. У меня достаточно сил и средств и тех ребят, которые останутся рядом, и мы снесем голову любому, кто сегодня хочет нарушить мир и покой в нашей стране. Может, кто-то хочет повоевать, как это происходит в Украине? Так вот, это тот путь безалаберности, бюрократизма и непринятия мер. Вот он, тот путь. Так это вы, наверное, просто мало знаете, что происходит в результате современной войны. А я хорошо погружен в эту войну. И я вижу, что происходит. Так лучше быть подальше от войны. Лучше, чтобы она у нас здесь не была, на нашей земле. Все самоуспокоились. Тишина. Не обольщайтесь тем, что у нас все хорошо. Ибо мы придем к тому, отчего с вами ушли в 20-м году. Я это прекрасно понимаю, товарищ президент. Ну так вы разберитесь со своими подчиненными. Есть. Я не зря вас собрал сегодня. Впервые я подчеркнул на подобное совещание. После этого совещания спрос будет жестокий. Мы усилим роль прокуратуры. И у всех других органов. Нужна системная вдумчивая работа. Каждодневная. Недавно мне министр сельского хозяйства докладывает, боремся героически с падежом скота. Начали разбираться в Гомельской области, а там падежа хватает. Но там же преступление на преступление. Списали на падеж, украли мясо, скотину вывезли куда-то, продали. Притом продают и дохлый скот погибший, и полуживой, и прочие фотографии проводили. Ни слова. А в результате борьбы падеж скота увеличился у нас. Вы знаете это? Увеличился. Кстати, генеральный прокурор, которому было поручено это, ничего не сказал практически. Андрей Иванович, я не ошибаюсь, мне министр доложил, что за весенне-стойловый период падеж скота увеличился. Так что мы дальше будем смотреть. Люди голодают. Продовольствие на расхват. Вынуждены цены поднимать, чтобы не вывезли все. А у нас, у губернаторов все нормально. Они сидят героями. Когда один из губернаторов здесь в этом зале сказал, что все хорошо, я сказал, что не оценивали цены. Почему? Потому что мы только сейчас подошли к реальной оценке обстановки, связанной с падежом скота. С счетом того, что многие годы массово все это приписывалось и искажалось. И полагаю, что в 2021 году, к концу 2021 года, мы вышли на более-менее реальную картину в этом вопросе. Уголовных дел и других мерах реагирования за прошлый год прокурорам принято в 2,5 раза больше, чем за все годы. Но важен результат. И я уверен, в этом говорит, товарищ президент, эту ситуацию мы наконец-то перелом. Ладно, но главное, что министр же не видит этой проблемы. Без милиции мы это не решим. Уважаемый товарищ президент, докладываю, что ведомством настойчиво и целенаправленно решаются задачи по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Ежесуточно органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям обеспечится реагирование более чем на тысячу сообщений по единым номерам 101-112. На все обращения граждане нашей страны получают квалифицированную помощь. За три месяца 2022 года подразделениями МЧС спасено и эвакуировано около 3 тысяч человек. Предотвращено уничтожение 667 строений, 76 единиц техники. Ведомственно проводят планомерную системную работу по предупреждению пожаров и гибели от них людей. По вашему поручению, основные усилия нами сосредоточены на осуществлении мер профилактического характера. Сегодня в регионах по инициативе МЧС и при поддержке Генеральной прокуратуры, Совета министров, местных органов власти и управления, в осуществлении профилактических мероприятий задействованы все субъекты профилактики. Мы видим, сколь велик эффект от прямого общения с людьми и идем в домовладение. Трудовые коллективы, школы, общежития и в доступной форме объясняем и показываем, к чему приводит беспечность. Основные причины пожаров не меняются, к сожалению, десятилетиями. Это неосторожное обращение с огнем 43%, нарушение правил устройства и эксплуатации печей, теплогенерующих аппаратов и устройств 19% и нарушение правил устройства и эксплуатации электрических сетей и электрооборудования также 19%. Основная проблема – это ситуация с гибелью граждан, злоупотребляющих спиртными напитками, без определенного рода занятий, с ограниченной дееспособностью курячих помещений. Правительством поддержано предложение МЧС по организации на территории нашей страны производства сигарет с пониженной воспламеняющей способностью. В настоящее время ведется практическая проработка этого вопроса, в том числе изучаются технические возможности наших табачных предприятий и экономика производства. Вадим Иванович, вы выступаете половину своего времени, вы рассказали, что в стране есть пожары, сколько погибло, и вы в правительстве совершили героизм, приняли решение и обдумываете, то ли сигареты какие-то меня, то ли стеновые панели. Я вас просил, вы новый человек, со стороны, я вас назначил со стороны, не МЧС, чтобы вы пришли, но недалекий от МЧС, понимающий, знающий генерал, молодой, тоже перспективный, своим свежим глазом увидели недостатки. И самое главное, как будем устранять эти недостатки, в каком направлении будем продвигаться. Все хорошо, люди гибнут, и все в большем-большем количестве. Пожалуйста. Уважаемый товарищ президент, анализ обстоятельств пожаров с гибелью данной категории, лиц указывают, что основным условием, способствующим их возникновению, явилась невнимательность ввиду преклонного возраста. Я хотел бы также вам доложить о тех мерах, которые принимаются. В том числе, вот этот год показал, что не успели среагировать, к сожалению, на ту погоду, которая произошла в марте месяце. Буквально в 11,7 раз произошел рост пожаров, 105 пожаров, 18 человек погибло, в результате пала травы. Безусловно, принимаются меры. Я хочу доложить о том, что с учетом наработанного опыта в профилактической работе, мы принимаем меры по совершенствованию механизмов ее праведелания. Совместно с ОБЛ и Минским госполкомом, по замечанию Генеральной прокуратуры, разработан этот проект постановления правительства об организации деятельности субъектов профилактики. Он уже фактически со всеми согласован и находится на стадии рассмотрения в Совете Министров. Так называемые смотровые комиссии, которые должны заниматься вопросами предупреждения профилактики в сельской имени. Ну понятно, площадками, патриотическим испытанием и еще комиссиями ударом по пожарам. Пустота никому не нужная. Что тут согласовывать? Примите эти решения в районах вместе с милицией. Надо прокуроры КГБ. Организуйтесь под эгидой райисполкома и действуйте. Что вы согласовываете в правительстве? Причем здесь правительство? Это же махровый бюрократизм. Принимайте там решения. Кто мешает райисполкоме или обл. исполкоме принять такие решения? Пал травы и еще чего-то. Слушайте, сколько люди жгли эту траву сухую, столько и будут жечь. Но это не организовано все. Если бы на месте прокурора или председателя райисполкома позвал бы руководителя хозяйства и сказал, а ну-ка возьмите, опашите эти дома там при усадебной участке и прочее, где люди будут жечь эту траву. Или сделайте это в один день организованно. И это бы все было сделано. А вы сейчас примете какое-то постановление, пожары прокрытятся. Да никак нет, конечно. Должен быть результат. Вот ваша зона ответственности. Вот ваши направления работы. И по этим направлениям должны быть результаты. Садитесь. Есть. Андрей Иванович, пожалуйста. Тоже новый человек пришел. Я жду от вас переворота там. Не революции, а переворота. Вы человек в жизни хлебнувший столько, как никто другой здесь сидящий. И вы должны быть, ну, преданнейшим человеком своей страны. А от вас, от ваших детей, ваших там, наших, все начинается. Поэтому и учебное пособие, сколько можно о них говорить. Повычищайте там этих разгильдяев, которые приходят в школу как к станку. Вот он пришел, урок дал и ушел. Да нет, надо работать как с нами, со мной, как работали учителя. С утра до ночи. И ценили эту работу. Бардак полный. Мы выживем и Россия, и мы только благодаря жестокой дисциплине. В противном случае нас используют. Уважаемый товарищ президент, в соответствии с вашими поручениями в системе образования на первое место выходят вопросы воспитания настоящих граждан-патриотов своей страны. Важнейшим направлением работы остается профилактика. Телеграм-каналы, деструктивное воздействие на молодое поколение оказывают значительное влияние. В этой связи уже сегодня организована неформальная работа по встрече со студенческой молодежью, преподавателями, профессорско-преподавательскими составами, начиная от министра, заместителя министров и каждого работающего на местах. Вовлечение в наркооборот несовершеннолетних. Сегодня мы видим то, что традиционные меры распространения соответствующих роликов информации о невовлечении в наркооборот несовершеннолетних не дают соответствующих результатов. Внедряем нетрадиционные формы работы. Проводим встречи с компетентными специалистами, прокурорскими работниками, медиками, судьями, в том числе и выездные суды в отношении несовершеннолетних, как наглядный пример действия закона. Безусловно, профилактическая работа широко проводится с участием общественности, молодежных инициатив, активы БРСМ. Видим большой потенциал в работе студенческих общественных организаций, волонтерских отрядов. Активно развиваем студенческие отряды. Уважаемый товарищ президент, могу заверить то, что в Министерстве образования строго выполняются все поручения главы государства. Отдельно хочу отметить то, что сегодня работа с нашими учащимися подрастающим поколением ведется не только в учреждения образования, но и с родительской общественностью. Реализуется с текущего учебного года республиканский проект «Родительский университет», который был поддержан вами, уважаемый Александр Григорьевич, в ходе Республиканского педагогического совета в августе 2021 года. Уже сегодня Министерством образования разработаны новые рекомендации по приведению шестого школьного дня, где особое внимание уделено патриотическому воспитанию, сохранению исторической памяти и историко-культурного наследия. Вопросы качества учебных пособий в настоящее время находятся на особом контроле. Все предписания, которые были направлены в Министерство образования и Генеральную прокуратуру, в настоящее время детально рассматриваются не только с разработчиками данных учебных пособий, но и с учителями-практиками. Вопросы питания в учреждениях образования также находятся на серьезном контроле. В этой связи принят ряд мер для того, чтобы обеспечить сбалансированное рационное питание. В настоящее время ведется работа по переработке технологических карт для того, чтобы рацион, который предлагается учащимся в учреждениях дошкольного и среднего образования полностью соответствовал не только вопросам необходимого сбалансированного питания, но и необходимым предпочтениям, о чем здесь сегодня тоже говорилось. Ладно, Андрей Иванович, я жду от вас в течение следующего учебного года серьезнейшей перестройки в системе образования и прежде всего в школе. Вы знаете, что надо делать. Вы знаете, какие дети должны вырасти. Я думаю, в результате нашего сегодняшнего жесткого разговора после совещания вы соберетесь у себя в ведомствах, кто-то в правительстве, губернаторе, министры со своими подчиненными и прокуроры и подумайте, как будем жить дальше. Не самоуспокаивайтесь. Нам не позволят это сделать. И мы в очередной раз будем не готовы. Этого я как президент допустить не могу. Продолжение следует...